Всем привет! Сегодня я буду писать свою нейронную сеть. Вообще, для того, чтобы написать свою нейросеть, достаточно всего лишь подключить пару питоновских библиотек, написать несколько строп-кода, и вот какая-то простая работающая нейросеть уже будет готова. Но я хочу разобраться в этом всем с самого начала, и для этого я буду писать свою нейросеть полностью с нуля. Но кто-то может спросить, а разве ты этому не научился? Ты же уже делал вот эту вот симуляцию столов, которые учились ходить, и они работали на нейросети. И да, действительно, они обучались, и в них была нейросеть. Но сама по себе нейросеть обучаться не умела. Там просто был алгоритм, который генерировал огромное количество этих нейросетей и отбирал те, которые хоть как-то работают. Вот так вот просто там все было устроено. Так что сейчас я буду делать уже нормальную нейросеть. Вообще, основных архитектур нейросетей существует огромное количество, и из них я выберу самую простую. И она же самая первая, которая была придумана больше 60 лет назад. Она называется Perceptron. О ней написано уже огромное количество информации. И самая классическая задача, которую решают такой нейросетью, это вот такая вот классификация данных. Вообще, наверное, любая задача для нейросети это какая-то классификация данных. Ну, ладно. Если вдруг кто-то в 2020 году еще не знает, как устроена нейросеть, то вот пример очень простой нейросети. У нее есть два входа, два выхода и между ними связи. Для такой вот классификации объектов на плоскости я буду подавать в нее координаты этих объектов XY. Потому что, в общем-то, координатами они только и отличаются. Для примера можно посмотреть какие-то конкретные числа. Например, я отправлю на вход нейросети 0.8 и 0.6. Дальше у нейросети есть вот эти вот стрелочки. Это связи между нейронами. У каждой связи есть свой вес. Вес это то число, на которое должно умножиться значение с предыдущего нейрона. Например, я возьму вот это вот 0.8. И оно пойдет по вот этой стрелочке, умножится на 1. Так и останется 0.8 и пойдет в следующий нейрон. Потом оно пойдет по вот этой стрелочке, умножится на 0,5, станет 0,4 и пойдет в этот нейрон. То есть нам нужно пройти по каждой стрелочке. Здесь 0,6 умножится на минус 2, станет минус 1,2 и пойдет дальше по стрелочке в этот нейрон. Здесь 0,6 умножится на 1, пойдет дальше, останется 0,6. Дальше мы должны сложить все, что получилось в нейронах. Например, складываем вот здесь, получается минус 0,4. Складываем вот здесь, получается 1. Все, мы получили значение следующего слоя нейросети. Слева находятся входные нейроны, вот эти вот 0.8 и 0.6. Это данные, которые мы сами посылаем в нейросеть. А значения весов, вот эти синенькие, они нам неизвестны, и нам нужно их найти. В общем-то, обучение нейросети состоит в том, чтобы найти значение этих весов. Основной метод обучения этой нейросети называют обратное распространение ошибки. Я пересмотрел огромное количество разных материалов по этому, и даже написал его, но я до сих пор не могу точно сказать, что я его на 100% понял. Так что, если нужно знать, как это в теории все работает, то на ютубе уже есть огромное количество видео по этому. В результате у меня получилась вот такая нейросеть, 86 строк кода, и к ней, правда, идет еще небольшой класс, но это, как говорят в Java, Poggio, такой простой класс, который просто хранит в себе несколько строк данных, и все, больше ничего не делает. Если примерно так, в двух словах описать код, как это все работает, то вот здесь у нее конструктор, здесь я просто заполняю ее веса случайными числами, здесь берется значение входных нейронов и рассчитываются выходные, в общем-то, то, что я рисовал. А здесь сеть уже обучается тем самым обратным распространением ошибки, backpropagation. И это самый сложный этап. Я добавил простую рисовалку, которая, по ходу, получилась больше, чем сама нейросеть, и с помощью нее можно ставить точки, и нейросеть будет пытаться их как-то разграничивать, как вот на той картинке с Википедии. Вот я ставлю точки, и нейросеть как-то разграничивает пространство, двигает вот эту вот линию, при этом она может ее делать какой-то более размытой, и она ее поворачивает, но если я ставлю точки как-то не совсем ровно, то видно, что она не может изогнуть как-то эту линию пока. Если я буду расставлять точки, например, здесь, то нейросеть вот поворачивает свою линию как надо, но когда я продолжаю расставлять точки, она явно должна провести линию как-то по-другому, но она пока не может это сделать. Она вот пытается ее как-то крутить, но у нее не получается поставить так, как надо. Можно, кстати, заметить, что линия всегда крутится вокруг центра. Она может быть в каких-то местах размытая, но все равно ее центр сохраняется там всегда, как бы линия не крутилась. Это происходит из-за того, что у меня эта точка является центром координат. Там x равен нулю и y равен нулю. Мы же берем входные нейроны и потом их там складываем, умножаем, но как бы мы эти нули не складывали, не умножали, они все равно всегда останутся нулями. Поэтому вот эта линия всегда проходит через эту точку. И чтобы это решить, нужно добавить еще дополнительное число. Для этого обычно добавляют так называемый нейрон смещения или байос, который всегда равен единице. Но у нее, конечно же, точно так же, как у остальных нейронов, есть связи со следующим слоем. Они могут корректироваться обратным распространением ошибки. Если они не нужны, то они всегда могут стать нулевыми. Как только я добавил этот нейрон, нейросеть сразу же начала нормально распознавать вот такие ситуации, когда точки находятся не в центре и линию нужно провести не через центр. Но если я расположу теперь точки с другой стороны, то теперь уже нейросеть не может ничего с этим сделать. И это тоже одна из таких классических проблем, потому что теперь у нас данные стали линейно неразделимы. То есть раньше данные можно было разделить одной линией, а теперь, чтобы разделить эти данные, нужно провести как минимум две линии. И нейросеть не может это просто так сделать. Такая простая нейросеть действительно не может справиться с этой задачей, и для этого ее нужно увеличить. Теперь выходной слой у нас стал третьим, а второй у нас теперь посередине, его называют скрытым слоем. И теперь нейросеть стала умнее, теперь она может справиться с такой задачей. Вот если я расставлю точки, расставлю их посередине и здесь, и вот нейросеть немного подергается и найдет решение. Теперь она провела две линии, чтобы разграничить эти данные. При этом почему-то, если я эти точки расположу не сам, а они уже будут с самого начала программы там находиться, то нейросеть найдет решение гораздо быстрее. А если я буду их располагать сам, и она в это время будет обучаться, то иногда она вообще застревает, можно ее немножко вот так вот подвинуть, но это как-то не всегда помогает. Вот здесь она вроде бы нашла разделение нормальное, потом оно исчезло, потом я добавляю еще точки, она начинает опять как-то мигать, и так ей и не удается нормально разделить эти данные, что-то в общем не так. Я уже думал, что я, может быть, как-то неправильно написал обучение этой нейросети, но вроде в некоторых ситуациях оно работает. А если эти точки будут там расположены с самого начала, то нейросеть каждый раз на них хорошо обучается, очень быстро, и при этом постоянно по-разному, но каждый раз правильно. Еще можно увеличить количество нейронов на каждом слое. Вот у меня было всего лишь два нейрона посередине, если не считать байос. А теперь я сделал пять нейронов, и теперь нейросеть может изгибать границу между точками. Тут я подумал, что, может быть, я опять как-то не так написал алгоритм, и поэтому решил проверить это на другой задаче. Существует три, наверное, самых таких классических задачи, с которых сейчас все начинают изучать машинное обучение. Первая из них называется ирисы Фишера. Задача состоит в том, чтобы распознать вид ириса по его параметрам. Ну, нам тут не нужно будет распознавать картинки, это все-таки одна из самых простых задач. Нам нужно будет распознать его по цифрам. Есть три вида ирисов. Вергинский, разноцветный и щетинистый. И у них есть четыре параметра. А именно длина-ширина лепестка и длина-ширина чаши листника, чтобы это не значило. Ну, в общем-то, нам это и не нужно. А что нам нужно, так это вот эти вот числа. Мы можем не знать, что они означают, мы можем не знать даже, что задача была об ирисах. Нам просто нужно, чтобы нейросеть научилась делить эти данные на три разных класса. Но задача с ирисами не сильно отличается от точек, которые я только что рисовал. Просто у точек было всего лишь два параметра XY, а у ирисов четыре параметра. То есть, это такие точки в четырехмерном пространстве. Вторая такая классическая задача, это задача о Титанике. Есть данные о пассажирах Титаника. Известно, кто из них выжил, а кто нет. Также известны многие их параметры. Их возраст, пол, за сколько они купили билет, в каком городе они зашли на этот Титаник и так далее. По этим данным нейросеть должна научиться определять, кто из них выживет, а кто нет. При этом часть данных скрыта. И после того, как мы обучим нейросеть, мы можем протестировать ее на этих заранее неизвестных данных. Задача с Титаником уже сложнее, чем задача с ирисами. Тут больше данных, и они еще в разных форматах. И третья задача, которую я как раз и выберу для обучения нейросети сейчас, она, кстати, еще чуть посложнее, это задача о классификации рукописных цифр. Есть огромная база рукописных цифр, их там 60 тысяч. Есть еще какие-то новые версии, у которых там сотни тысяч, но я пока остановлюсь на этой. Нейросеть, соответственно, должна просто научиться распознавать эти цифры. При этом они все совершенно разные. Вот, например, есть два, вроде бы обычная двойка. Но вот эта двойка тоже обычная, но она совсем другая. А есть ведь еще вот такая двойка, или даже вот такая. Я бы сам уже не распознал, что тут написано, но вот нейросеть должна научиться все это распознавать. И вот я запустил ее обучение, и вот график, и не пойму, то ли он идет вверх, то ли он не идет вверх. Очень сложно понять. И он крутится вокруг примерно 10%, а 10% это как раз шанс угадать одну цифру из 10. То есть, наверное, нейросеть ничему не обучается. Я нашел в чем проблему, у меня гораздо больше выходных нейронов, чем нужно. Хотя, по идее, она должна была даже с этим обучиться, просто это, наверное, было бы гораздо сложнее, но почему-то она вот не обучалась. Теперь у меня синяя линия, это количество угаданных цифр. Я подаю цифры нейросети пачками по 100 цифр. Из этих 100, сколько она угадывает, вот такое значение на вот этом синем графике будет. То есть, видно, что оно приближается к 100. При этом оно очень быстро взлетело, примерно до 90, и потом медленно-медленно повышалось. Красный график, который идет вниз, это значение ошибки. Он похожий, но на самом деле он опускается немножко медленнее. Потому что даже когда нейросеть начала угадывать довольно хорошо эти цифры, при этом она еще не всегда уверена в этом ответе. Помимо тех 60 тысяч цифр, которые там для обучения нейросети нужны, там еще есть 10 тысяч для теста. То есть проверить, как нейросеть будет вести себя на данных, которые изначально ей не давали. Но у меня есть идея получше. Я сделаю еще одну рисовалку, на этот раз я буду сам рисовать цифры и посмотрим, распознает ли она то, что я нарисую. Я напишу 0, и нейросеть понимает, что это 0. Напишу 1, и нейросеть понимает, что это 1. Напишу 2, и нейросеть тоже понимает. Если я напишу 2 вот так, и потом я продолжу, что это как бы 3, и нейросеть начинает понимать, что это 3. Если я сделаю из этого типа 5, у нее как бы вот эта вот пятерочность повышается, но немного. Все-таки она думает, что это 3. И 4 она тоже понимает. И 4 можно написать вот так, или вот так. Вот так, кстати, она не понимает, думает, что это 9. А вот так? А вот так внезапно понимает. На шестерке она немножко думает, что это может быть пятерка. На семерке она, кстати, угадывает семерку с самого начала, с вот этой вот одной проведенной линии. Наверное, потому что у семерки всегда есть вот эта линия. Хотя это, видите, могла бы быть четверка. Если я начну делать вот так, и нарисую 4, то нейросеть все равно говорит, что это 7, потому что все цифры в обучении были выровнены по центру. То есть, когда я делаю девятку, я делаю вот этот вот кругляшок, и она сразу же определяет, что это 9. Хотя это мог бы быть 0, но при этом она сразу определяет это как девятку. Потому что все цифры были примерно одного размера, и все выровнены по центру. Конечно, можно сместить еще дополнительно все эти данные. Вообще, это такой распространенный прием в машинном обучении. Если взять, например, те 60 тысяч цифр, и искусственно увеличить этот датасет, то есть, каждую цифру еще поддвигать вправо, влево, сделать ее меньше, больше, и тогда нейросеть гораздо лучше на этом обучится. Но я пока не буду это делать. Двойки могут быть очень разными. Можно писать такую двойку, а можно вот такую, а можно вот такую, которая как какая-то шестерка уже в другую сторону. У меня есть подозрение, что двойку она распознает по вот этому вот краюшку. Да, она пишет, что это два. Еще я попробовал обучить эту нейросеть на очень маленьком датасете. Я выбрал всего лишь 100 цифр из этих 60 тысяч, и видно, что она очень быстро пришла к 100% угадывания. Но при этом ошибка все еще не понизилась на этот момент до конца, и она продолжила медленно понижаться. В таком случае обычно говорят, что нейросеть переобучилась, то есть, она обучилась слишком сильно, и теперь она просто наизусть помнит все картинки, вместо того, чтобы запоминать какие-то общие фичи. Хотя это можно проверить, если я опять же запущу рисовалку и попробую нарисовать один. Да, она понимает, что это один. Двойку не понимает. А вот сейчас поняла. Тройку она понимает. И четверку. То есть, она более-менее может распознавать. Вот здесь она пятерку посчитала меньше всего пятеркой из всех цифр. Если интересно, как это все запустить, то я это делал на Java, потому что мне удобно делать это все в идее. Это вот эта вот среда разработки. В ней можно просто при запуске выбрать «Скачать из гитхаба». Здесь нужно указать ссылку. Я в описании оставлю ссылку на гитхаб. Тут нажимаем вот эту вот зеленую кнопочку. Здесь копируем ссылку и вставляем ее сюда. Здесь у меня, правда, есть уже такой проект, поэтому я добавлю название «Единичку». Нажимаем «Клон». И вот она запустилась. Правда, слева у меня почему-то нет меню со всеми файлами, поэтому я нажму сюда, выберу «Проект». И здесь вот у меня все мои файлы. Вот видно основной файл, из которого все запускается. Но, правда, нельзя запустить, потому что почему-то идея не сохранила конфигурацию запуска. Кнопка запуска неактивна, поэтому нажимаем вот сюда. Добавляем здесь плюсиком «Application». Потом выбираем в проекте основной вот этот «Main файл». Нажимаем «Ок» и можно это запустить. Если я запущу, то у меня появятся вот эти вот точечки. А чтобы запустить цифры, нужно проделать еще немножко шагов. Вот эта вот функция запускает форму с точечками, где у нас рисовалка. Вот так вот внутри выглядит эта форма. Здесь, в общем-то, расстановка точек мышкой и обучение нейросети на них. Вторая функция большая. Она обучает нашу нейросеть на цифрах. Можно вот здесь, в десятой строчке, просто заменить эту функцию на вторую функцию, которая запускает цифры. Но здесь нужен путь к датасету с этими цифрами, чтобы нейросеть обучилась. Я оставлю на него ссылку. Это вот на GitHub. Здесь есть вот этот датасет в виде PNG-шек, потому что мне из Java их гораздо удобнее открывать, чем всякие там другие форматы. Вот этот архив надо скачать, куда-то разархивировать. Я вот просто для примера на диск C прям себе его поставил. И указываем здесь эту ссылку, и оно обучается. При этом вот здесь параметры самой нейросети, можно их поменять. Вот здесь, например, скорость обучения, здесь функции активации, здесь количество нейронов дальше по разным слоям. Вначале их 784, потому что это количество пикселей в картинке. Потом я делаю на каждом слое их чуть меньше, чуть меньше, чуть меньше. И в конце 10 это количество разных классов, вот этих вот цифр, на которые нужно классифицировать данные. Здесь вот она делает тысячу проходов по 100 обучений. Можно сделать поменьше, например, 100, тогда она очень быстро за пару минут обучится. Но чтобы данные были хорошие, можно поставить тысячи три. Правда, тогда она будет обучаться, может быть, час или больше. Ну и, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчик, кстати, я про него никогда не говорил, колокольчик можно нажать. Лучше как минимум подпишитесь, потому что очень многие смотрят и не подписываются. Почему-то. Я тоже так иногда делаю. Надо подписаться на всех, кого смотрю. Ладно, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok